первый дубль первый дубль всем привет ребята я соскучился по всем вот решил вернуться на youtube у меня нет баланса поэтому видео не выходили два года а теперь я буду выпускать каждый день так что смотрите и не пропускайте аляска где она где аляска аляска она смонтирована кусочек я бы сказал первая глава аляски смонтирована спустя пять лет я выложу ее в конце этого видео если вам понравится формат если вам понравится подача то дайте мне знать и я постараюсь найти монтажера и докончить монтаж этого проекта волк будет про все вот будет про вообще про все про все про жизнь про жизнь про про наше путешествие про пленку я вам расскажу вообще все что знаю про пленку про объективы pentax про винтажные линзы про на морфный объектив на который я снимаю это видео будут путешествия по америке северная дакота вот скорее всего скоро будет другой новый штат я бы пока не скажу какой но скоро будет что дальше да все вообще все подряд замена радиатора предстоит послезавтра мне на машине вот это тоже будет будет вообще все мы находимся город фарго это северная дакота штат соединенные штаты америки это самый северный штат это тот самый город в котором снимали фильм фарго братья коэн и и роджер диккенс вот это одно из почему мы сюда приехали на проект тот самый я об этом может быть потом видео расскажу как мы сюда попали примерно год назад я постараюсь коротко примерно год назад мы решили уехать из лос-анджелеса это была отличная идея много чего повидали много чего произошло тоже возможно буду упоминать и рассказывать в следующих влогах много чего интересного много видео тоже есть что вставить есть что сказать вот мы уехали из лос-анджелеса сначала в нью-йорк в нью-йорке юля устроилась в кафешку своей мечты а я повстречал микеле итальянского друга с которым у нас завязалась дружба вот и у меня был такой период жизни в нью-йорке примерно год назад когда я не хотел просыпаться то есть я просыпался и мне не хотелось вставать с кровати было такое странное состояние я не знаю как его описать но короче я просто ждал когда закончится день чтобы просто уснуть и как бы сон для меня стал каким-то спасительным кругом что ли я спал по много часов я в общем мне снились очень яркие сны мне вообще вообще всегда снялся яркие сны и я иногда просыпаюсь записываю какие-то идеи сразу же вот мне приснилась идея по поводу фильма я написал сценарий и мы с микеле и еще с несколькими друзьями сняли фильм вот сейчас вы видите у себя на экране скриншоты из этого фильма сейчас в северной дакоте в фарго я нахожусь в процессе монтажа этого фильма если вам интересно про процесс создания фильма подготовку съемки и все остальное дайте мне знать напишите в комментариях и я поделюсь в следующих видео шло время в нью-йорке квартиры стали стоить каких-то безумнейших денег я не знаю мне кажется это нелегально просто кто живет там за такие деньги вообще как можно существовать для меня для меня до сих пор и загадка вот поэтому мы решили поехать в майами что я считаю было правильным решением мы поменяли много квартир в майами мы встретили много потрясающих людей я никогда не забуду те ночи на пляже с мишей с бутылкой вина прекрасное время миш спасибо тебе большое мы обязательно вернемся и обязательно повторим вот и столько прекрасных людей мы встретили в майами майами просто поменял мое восприятие к жизни он она 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 он майами ну собственно вот и все спасибо что досмотрели посмотрите аляску дайте мне знать в комментариях понравилось вам или нет и до новых встреч до завтра вот здесь так тихо и умиротворенно что я прям даже слышу как он тает о солнышко вышло ну что друзья мы с вами на аляске в этом выпуске мы побываем вместе очень похожим на исландию доедем на ретро автомобиле до ледника и прогуляемся по нему а до другого ледника доплывем на корабле пообщаемся с местными жителями не не с этими с этими узнаем плюсы и минусы путешествия на вене а также погостим у американского дедушки мечтой которого было переехать на аляску и да это реально вид из окон его дома который кстати он построил сам своими руками этот дедушка даст фору любому русскому кстати уже скучаю по нему дальше мы посмотрим фьорды айсберги отметим день рождения моего брата с днем рождения не подождите скорее это было вот так брат поделится тонкостями даунхилла а я расскажу про его нюансы также поделюсь с вами каково это жить в маленьком домике в лесу среди медведей узнаем все про рыбалку на аляске и пообщаемся с американцем который приехал сюда 6 лет назад на лето и не смог уехать ну и многое другое чего не захватишь в одном анонсе ну что начнем знаете ли вы что на аляске ледников больше чем на всех остальных частях обитаемого мира вместе взятых стоп прежде чем мы поедем любоваться красотами давайте я вам расскажу немного истории все мы знаем что аляска когда-то была частью российской империи а что если я вам скажу что часть калифорнии тоже когда-то была русской вы спросите при чем здесь калифорния скоро узнаете даты открытия аляски считается 1741 год экспедиции витуса беринга правда до него там был семён дежнёв почти 100 лет назад но он просто проплыл мимо после этого туда заселяются русские промышленники это первый дубль который он тоже сейчас я тот а я